Всем доброе утро. Лиза, всем привет. А что ты не расчесалась? А какая ты лохватая. Лиза. А что вы тут делаете? Малину копали. Вы мою грядку раскопали? А где земля с нее? Какая грядка? Которая была? Это она вся. Вот это малина взяла и сделала здесь кучу малин. Малина размножилась. Лиза ее откапывает и будет пересаживать. Лиза откапывает. Лиза с бородой такая. 40 лет. Ты ей не даешь просто. Я уверена, что она бы откопала. В общем, вот чем мы занимаемся с утра пораньше. Да, Лиза? А, Лиза? Вот уже и я. Вымыла голову. Правда, все равно выгляжу лохматой. Но я готова с вами поздороваться с утра. Правда, уже не утро. Но я как обычно. В общем, каникулы я использую с пользой. Я еще и немножечко высыпаюсь. Потому что в 6.30 утра мне теперь вставать не нужно. И я имею возможность поспать подольше. Итак, Саша с Лизой и Мишей продолжают в малиннике. В общем, делать этот самый малинник. А мы с Катюхой дома. Сегодня у нас почему-то на улице прохладнее, чем вчера. Хотя я рассчитывала, что сегодня тоже будет солнышко. Я уже проверила в теплице росточки, которых нету. И делаю тут с Катей ВПР. Точнее, Катя делает ВПР. Точнее, Катя лежит на кровати и страдает, потому что не хочет делать ВПР. А я ей не даю спуску. Еще и расчесаться заставила так, как мне нравится. В общем, Катя на меня дуется. Но ВПР делает. Делает? Ты делаешь? Она валяется, а не делает. Почему ты не делаешь ВПР? Я переписала те слова, которые не знаю. И? И без них я просто не смогу сделать ВПР, если не знаю переводчик. Ты не знаешь, как можно перевести слова через переводчик? Они мне сразу несколько переводов дают. Вот несколько и запоминай. И по смыслу будешь подбирать. Давай, давай, Заян. Бери ноутбук и переводи. А я пойду готовить кушать. Или я перевожу слова, а ты варишь макароны. Нет. Я тоже так думаю. Кроме того, большое спасибо вам всем за советы, которые вы пишете и в комментариях, и в e-mail. Это я сейчас прочитала e-mail, которые умудрилась пропустить от Роберта. Все пять штук. В общем, ребята, если вы мне пишите e-mail, пишите в комментариях о том, что вы написали сегодня e-mail. И я буду пытаться его искать. Потому что по прошествии, допустим, двух-трех дней, я уже не могу среди спама, который валится мне на e-mail, найти письма. Вообще не могу. У меня еще e-mail такой дурацкий. Там ничего не выделяется, все одинаковое. Но поменять я его тоже сейчас пока не могу по одной простой причине. Все рабочее приходит на него. В общем, сейчас я достала из морозилки много-много утиных косточек. И собираюсь положить их на разморозку в воду, потому что я забыла их достать вчера. Сегодня у нас будет тушеная удочка с картошкой. И я достала много, так что будет, наверное, несколько порций. Благо картошку у нас все едят, особенно Мишка ее любит. Но нужно будет хорошо протушить утку, потому что она жестковата. Ну, на мой взгляд, во всяком случае. Я буду ее обжаривать с луком. Ну и, наверное, я ее сначала положу с луком, а потом буду вместе с луком обжаривать. Чтобы она промариновалась, чтобы она была мягенькая. А то придется мне есть одну картошку и не есть утку. А это грустно. Кроме того, Роберт одним из писем, а точнее он три раза его прислал, и все три раза я его пропустила, натолкнул меня на одну идею. Я же хожу и думаю, как зарабатывать сейчас на жизни в условиях коронавируса, когда праздничная отрасль, в которой мы трудимся, сойдет на нет. А она сойдет на нет, потому что, ну, какие праздники в условиях вирусов? И вот, в общем, Роберт прислал идею для Кати и Лизы. Он предложил им петь и играть на гитаре. И еще про один инструмент интересный рассказал, который мне очень понравился. Я погуглила, посмотрела видео с этим инструментом. Действительно, такой инструмент очень бы понравился Лизе. Но, к сожалению, пока даже тысяча рублей, которые он стоит, там, тысячу-две тысячи на выбор, с чехольчиком три, да? Блин, мы пока даже это не можем себе позволить. Но я думаю, что нужно будет обязательно найти вариант и купить его, потому что очень интересный. Ну и, в общем, что я подумала? Рассчитывать на то, что дети выучат мелодии и точно захотят таким способом подрабатывать, это сложно. Ну, я не уверена, что они это сделают. Хотя они вроде загорелись, но будем им показывать своим примером, как нужно выходить из сложных ситуаций. И я подумала, первый раз я пыталась научиться играть на гитаре в возрасте, наверное, лет 12. Может быть, это как раз намек мне, что уже пора, наконец-то, научиться. В общем, открыла видео уроки, сижу, изучаю. Ну, а потом вам расскажу, буду я продолжать или нет. Получится у меня вообще хоть что-нибудь или нет. Потому что, когда я первый раз пыталась научиться на гитаре, у меня ничего не получилось. И я решила, что я не способная. Потом я училась играть на синтезаторе, но, к сожалению, тогда, когда я училась, мне было 16 лет, и у нас с мамой не было денег на хороший синтезатор. Я играла на такой детской игрушке, и на ней очень сложно было нормально учиться играть. И пришлось мне это дело забросить. И когда я себе уже смогла сама купить синтезатор, просрочку, в студенчестве, у меня уже просто банально не хватило времени. И он лежал-лежал. Я надеялась, что Лиза на нём научится играть, Катя, но они интереса не проявляли, и я его продала. А теперь, думаю, надо было, наверное, оставить. Сейчас бы продолжила учиться на нём играть. Впереди столько долго времени на карантине. Можно научиться чему угодно. Ну, гитара у нас есть, поэтому будем осваивать гитару. Я хотела сказать, что если я периодически говорю как-то странно, то вы уж меня простите, потому что я пытаюсь говорить медленнее. Я вообще привыкла за свою жизнь. Я прям тараторю очень быстро, и меня сложно понимать. Тем более меня сложно понимать автоматическому переводчику субтитров. Поэтому я сейчас пытаюсь заставить себя говорить медленнее, чтобы вам было проще смотреть мои видео. Иногда это выглядит странно и напряжённо. Но я надеюсь, что я привыкну говорить медленно, не махать руками. И, в общем, вот. И буду вас радовать. Ну, а пока у меня там суткой-то затянется время, жарю котлетки и варю макароны. Повторяем вчера снизу. Благо, котлет я много заготовила, и можно быстренько приготовить. У меня так вот по пакетикам разложены. По иному количеству штук вот этот маленький пакетик, здесь всего 5. А здесь должно быть 10. Сейчас нажарю, сварю макароны, вот такие мы длинные, и ломаю пополам, чтобы удобно было есть. И будем кушать. Ну что, мы с вами отправляемся в город. Мы просидели некоторое время. Сейчас вам что-то покажу. Я же не смотрела, как это всё выглядит. Вот это вот сокровище, которое привезли Саша с Лизой. Только здесь 6 мешков уже не хватает. Саша их высыпал под огурцы. Привет, моя хорошая. Привет, моя зая. Чебока. В общем, отправляюсь я в город, на рынок и в магазин под названием «Апельсин». Чтобы купить кое-что недостающее. Семечки мне надо, хлеб мне надо. И муку я хочу поискать. Что-то ещё я хотела. Но уже забыла. Семечки, мука, хлеб. Нет, вроде всё. Семечки, мука и хлеб. И, может быть, возьму недорогого мороженого детей порадовать. Ну что, поехали. Заодно посмотрим, как наш город ведёт себя на карантине. Сидят люди по домам или всё как обычно. Поснимаю вам немножко. Муки я не нашла. Зато хлебом решила закупиться. Но муку мне всё равно сейчас надо найти недорогую. А мама там сладости покупает. Вот кто что делает на карантине? Ну что я вам скажу по поводу карантина в нашем городе? А нету никакого карантина. Все как ходили, так и ходят. На рынке все есть. Сейчас пойду деньги сниму в банкомате и на рынок. Вот всё-таки машин моего поменьше. Тут обычно не протолкутся. Хотя нет, в воскресенье, наверное, примерно так и бывает. Последний народу много. Никто, кроме нас, не сидит на карантине, по-моему. Смотрите, как это выглядит около рынка. По-моему, народу прямо через чудо же много. Ну, в принципе, как обычно для нашего города. И все ходят, не боятся, ни у кого масок нет. У меня, правда, тоже нету маски. Но у меня скорее от отсутствия денег нету маски, чем от отсутствия осторожности. В общем, в последний момент мы вспомнили ещё, что у нас нету бумаги. Если завтра начнётся нерабочая неделя, а потом начнётся после каникул дистанционное обучение, вроде как сказали, то нужно же будет распечатывать все эти задания, чтобы делать-то их адекватно. В общем, поехали, купили бумагу. И я заодно в магазине спросила, будут ли они работать. Они сказали, что завтра узнают. Скорее всего, будут. Вот и скажите мне, что это за самоизоляция, что это за карантин, когда все шарахаются, как будто ничего не происходит. При этом нас переводят на онлайн-обучение. И получается... Ну, не на онлайн, а на дистанционное. Получается, значит, угроза какая-то есть. Но все относятся к ней так, знаете, типа, ну, подумаешь. Нас это не коснётся. Я для себя решила, что мы будем выбираться за продуктами там раз в три дня. И вообще по всем делам будем стараться ездить по одному. Ну, вот маму буду с собой захватывать, чтобы она тоже пешком не ходила за хлебом там, за всяким. Потому что, ну, при том, что все так относятся наплевательски, хочется поберечь себя. Смотрите, кто меня встречает. Рыжий! А, рыжий-рыжий, конопатый! Все гуляют, мои кошачьи. А, вон Саша с Лизой. Саш! Давайте притащите с Лизой то, что я привезла. Купила хороших семечек. Сейчас будем жарить их. Помоем, как сковородку. И будем их жарить на сковородочке, не чугунной. Что делают? Саша с Лизой, они там уборку делают, да? Вон, я Лизу к себе зову. Лиз, помнишь, что ты мне обещала сделать около лотка? Что? Сбегай, посмотри. Катюш, а тебя я попрошу стирку запустить, ладно? Нет. Ты бы парочку сделала? Нет. Нет? А сейчас стирку запускаем, продолжаем делать. Давай, давай, давай. Вторник и среду вы едете к бабушке. А, что Лиза не делает? Слышишь, Лиза? Ты сделала свои два варианта? Ага. Врешь? Один точно. Врешь? Когда у тебя было время сделать хотя бы один вариант? Она лежала позади меня. Она лежала, спала на ВПРке. Она от этого не делается, Лиз. Так что давайте, делайте. Лиза, делай дело. Возвращайся к папе, потом пойдешь ВПРку делать, окей? Окей. Лиза, неприлично жопой быть тем, с кем ты разговариваешь. Лиза, опозоришься. Уже опозоришься. Роблокса не будет тем, кто меня не слушает. Лиза вообще там чел. Саша разгребает бардак. Ура! А ты что делаешь? Что это, Саша? Мы разбираем бардак. По-моему, ты бардак наводишь и не разбираешься. Надо бутылку. Мне? Нам. В смысле? А что это вообще за конструкция? Я просчитывал. Перепилядника была. А? Перепилядника была. А, ну я думаю, что на рассаду-то бутылки нам надо, да? Ну, я думаю, что выкидывать мы их точно сейчас не будем. А зачем ты их вынимаешь? Пусть они в мешке стоят. Это мне проволоку. А, ты проволоку хочешь соболеть? Мама! Убери низу, скоростно! Это она первая начала, я ей все. А сейчас на 3-4, кто вперед домой, тому лишние 5 минут ровно. Айди! Я сейчас на здоровье. Не хочу. А если я сосчитаю до 20, и вы будете все еще сдеть, то минус 30 минут. Я про себя считаю, имейте в виду. Вы думали, я вам буду вслух? Вот так надо мотивировать детей. Саша, а ты брудеры когда сдвинешь? Я хочу вот этот бардак тоже убрать. А? Ну, брудеры в ту сторону, чтобы я этот шкафчик могла поставить. Ну, я прям не знаю. Сдвинь давай уже. Вот что ты хочешь? А словами говори. А, ны. Бли-ны. Говори. Бли-ны. 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 Ну ладно, иди погуляй, я тогда за шпику тебя позову. Не пойдешь гулять? Мишка, ну прям всю секунду блинов не будет. Мама что ж доделает? И тогда блины. Вот блинный любитель. Как же мне неохота делать блины. А придется похоже. Мне еще надо утку засыпать луком резаным, чтобы она помариновалась в луке. До завтра. Теперь еще и блины придется делать. У нас уже вечер. Сижу, бьюсь, монтирую ролик про то, как сделать тыквенный пирог по Сашкиному рецепту. И думаю, смонтировала пока только полторы минуты. Сижу и думаю, а вы действительно хотите его видеть? Или я мучаюсь зря? Напишите мне в комментариях, кто хочет увидеть рецепт тыквенного пирога. Кто его ждет? Субтитры сделал DimaTorzok